Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Матка, чаще всего девушек, которые, опроса езды коней, помогают нам в утренании порядка, или в этих ездах. Я тоже специализирую в науче детей. Дети, особенно, когда я учусь в хороших куцах, или, говоря по-польски, маленьких коней. И, кстати, я специализирую себя в проводении таких езды для этих пациентков. В каком веке можно начать такую езду на коне? Я пропорюю такое начинание научи около 7-8 лет, в зависимости от захования конкретного детства. Но прежащи, забава с конем, то уже запрашиваем от 4 лет. И это тоже учи спорт, потому что девушки, в основном, управляющиеся куцами, таких постов, добрых, добрости для животных, науча опеки над животными. То значит, как бы кони учат куцами несколько вещей. Учат куцами, преимущественно, развиваются физическую часть. Потому что в часе езды конной проживают все большие партии мища, в связи с тем, этот веселок, вбрех позору, есть огромный, сравниванный до кайакарства. То есть примерно 600 килокалорий в целом часа можно спалить. При этом, это тоже интересно, что езда конная, в основном, полега на вытягании мища. В связи с тем, что мы не будем массы мища, только вот такая же салветка, так выпростоованная, сцеплые ноги, сцеплые уда. А с другой стороны, это аспект выхования и вплыва на стрессу психичную. И тут это тоже достаточно, потому что конь учит эрпливости, учит эрпливости, покоры, выписка. Поэтому это один из невелких сейчас аспектов, где детство может научить себя эрпливости, потому что оно не повеет до коня слово, так? Она может своим захованием показывать, что этот конь ее заакцептует и навяжет эту współpracу, эту связь. Поэтому в современном мире, когда таких ситуаций мы очень мало, то нужно с этого использовать. Здесь, въезджаясь до пана на стадни, на господство, мы видим такую мапку с шлаком таким по местности Поморца Сродкового. Мамы интересные трассы в околиках для езжения на конь? Так, так. От определенного часа эти трассы стараемся разобудовывать, в связи с нашим повиатом косшариническим. И в той же время этих трассы, действительно, в околе есть споро. Мы находимся в szczególном, можно сказать, досконаем положении, потому что в основе мы все вокруг, так? Почząwszy, как вы видите на околе гурки, ласы и стежки полные, то тоже мы можем выездить до Езиора Ямно. Это замечательная забава, скромно, потому что Езиоро Ямно есть плотное и галопы в этом езиаре, они хорошие. Ну и, конечно, выезды на море. Так, что этих стежек есть споро, они соединены с иными тоже с иношками езжевскими, но они сидают, например, даже до Белого Бору. Можно доехать конно до Белого Бору, потому что такие райды тоже организуют. Четники телевидцы, которые интересовали себя этим тематом кони, могут, например, свои почехы здесь до Пана еще присылать? Так, как наиболее, конечно, целый час мы открыты, принимаем новые дети, не замикаем себя, также организуем разные разные импрыры для группы организованы, то есть приезжают школы, приезжают даже школы, которые у нас организуют такие инвенты пленеровые. З нами есть Маугодзата Зелонка, которая управляет уже этот спорт от 8 лет. То очень долго, как выглядят ваши почетки в Стаднине? Почетки начинала на Куцеках от Провадзанек, потом первые лонжи и так, сейчас уже езды самодельные. Почему ты выбрала этот спорт в детстве? Как ты это дает? Как ты это устроил? Прежде всего, контакты с животными. От коней, от маленького детства мне понравились. И я очень рада, что мне удалось связать с ними в будущем. То есть большие животные, сильные животные. Не было на почту какого-то страха? На почту был, как всегда, но уже с бедом времени привыклился, ну и сейчас уже с дуровыми конями. И скажи мне, как выглядит такой день, когда ты приезжаешь здесь до Рzepкова? Потому что не так, что приезжаешь и отразу в себя на коня и ездишь, потому что нужно при этом коне работать. Так. Приезжаю, проводим кони, чистим их, садим их и тогда в себя. Да, тут есть атмосфера, тут есть много людей, которые, как ты, приходят и творят какую-то такую личность. Да, есть много людей, атмосфера, очень милая, милая, правда. Ну и хотелось бы еще спросить, потому что здесь мы на территории Станины Рzepковой, но, с того, что я знаю, вы тоже ездите по-за. Где, как далеко, как долго вы ходите, на какие дистансы? Выезжаем на территории, выезжаем над озером, это есть территория около двух годин, выезжаем тоже над морем, до лаз, это территория четырогодинная. Ну и тут по околичным гуркам, и вентуальность. Тут, как Ирена, уже говорил, что развивает этот спорт также все мяшни, чего не видно, как бы так на первый рут ока. Это так в rzeczyвестности? Или ты чувствуешь, что эти мяшни работают, когда ты на коне? Так, все мяшни работают, а тем более чувствуешь, как уже по езде, когда ты едешь. И тогда так. А на второй день есть заквасы? Да, сейчас уже меньше, понятно, потому что по такому летам язды, но на начале, конечно, есть. А ты тоже управляешь, например, скоки, или только так, рекреacyjная езда? Рекреacyjная, но скоки там раз на какой-то час. И хотелось бы ты дальше в своем жизни, дорослым, заниматься коньми? Ты думаешь, что это такая пасня на целое жизни? Да, да, уже пришлось, я думаю, что на pewno с коньми. З нами с нами самые молодые адепты этого спорт. Девчины управляют уже ездество от самых маленьких лет. Представь нам себя. Анитя. Скажи нам, как долго ты уже управляешь этот спорт? Когда ты первый раз вошла на конь и как тебе нравится это? Первый раз вошла на конь, я как-то 6 лет. Как-то так. Не боешься на початку? На початку, как первый раз на конь, в 7 часов я была. Потом уже страх минал. И я взяла 5 раз, что так на конь. Была проводила на конь. Потом у моей шестны была на конь. И... Я сейчас здесь. И скажи, сейчас уже кто-то тебя может проводить? Или уже сама ездишь? Я с темпом езжу сама, но куск и так далее это на лоши. А у тебя есть свои любимые кони, например? Какого-то своего фаворита? И... Так. Так. Что это за конь? И... Тут в первом боксе я с темпом езжу помнила меня. Это куцик, так? Так. Куц. Куц. Прzepraszam, не можно говорить куцик, только куц, так? И куц. Окей, то даже не знаю. Хорошо. А ты нам скажи, как у нас на имя? Надя. И, Надя, ты как... Когда ты первый раз вошла на конь и как тебе подобаетесь этот спорт и это детство? Файне. Да. А почему ты любишь кони, а не например, какой-то другой спорт? Потому что они очень милые. А ты можешь своего любимого коника? Так. Того билого тоже. Те куц. И ты для тебя милый? Не делаешь никаких проблем? Нет. А любишь тоже работать при кониах, то есть там чистить, чесать и так далее? Так. Как много тут спешишь? Сейчас там вакации, ты тут целый день, до вечера ты тут седишь. Ну... Да. Ну, да. Ну, хорошо. Ну, то как Państwo видят, это действительно очень похороняющий спорт и даже для таких молодых девочек. Ну, то есть такое различные memorableе. Первое – это проверение этого попрэнга, если он достигнет нам максимально. И встепно допасываем с семена на длагость рамена. Прошу, пожалуйста, попробуем. Встаем с przоду коня и проверяем, что они ровны. Ниже? Ровны? Да. Хорошо. И можем встать. Встаем в воду левую руку. Очень быстро, чтобы коник не рушил. Левую руку, в таком способе, как я. Одночасно за сиодло. Встаем немного боком до коня. Притрямимаем правую руку в стрёме. Левая рука в стрёме. Правая рука на сиодло. И спокойным ручем встаем, Уважаем, чтобы не удержать коня при встании правой ногой. Хоп! Ага. И с начала на коне. И начинаем от стопы. Стопа должна была опрытища на стрёме, в шут-соте, в самый ширший подвиг. Если бы мы хотели на это сделать. Дети говорят, что это такая земля на коне. Ледка в этом моменте при коне. Колану замкнута. Биодры, как ближе, с przоду сиодла, выprostowane плечи. И теперь обратим внимание, чтобы нам та лодка была в этом самом месте, чтобы она не уcieкала до przodu. Рыка. В этот способ. И под малый палец. И под малый палец. Друга подобная. Завсё вода с ровной длагости. Нет, эту којковку пускаем на право. Свободно. Рыка должна быть краткой, чтобы мы навязали так называемый контент с конем. Это один из самых трудных элементов для научения. А очень важно. Легко взгинтый локеть. И тоже при челе. О, лусьно. И теперь гура. Подстава. Лопатки стягнутые. Потримы между уши коня. Брода легко до гури. Очень хорошо. В ездецке используем так называемых помоцей ездецких. И такие три основные. То есть лыдка, наш тяжелая, и плата рэнки. И теперь, чтобы поправно рушить конем, нужно освободить как бы хамулец, czyli присунуть обе воде до przода, сциснуть нищем брюхатым, с одной, с другой стороны лыдкой. И выпкать ее немного. Таким ручем бедер. О, właśnie. И лыдка działa impulsywnie на тюльную ногу. Коня. В результате ручем головы коня. Те. 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 Убираем линию и пускаем. Гора немного легче. И стараемся усилить на тиле, лусьно в сиодле, чтобы выражать этот рух, такого колысания. В способ натуральный ручка идет за ручом головы коня. Правда? Чувает это, Пан? Так. Чтобы затримать коня в одном месте. Легко ее напинаем. О! И конец затриман. В этом моменте нужно еще обчистить зад. То есть крыж немного в сиодло. Работаем это в таком способе, чтобы немного отрылили до тыла и мясья брюха до гуры, чтобы кость огонова вошла в сиодло. И еще раз усиливаем. Рыка до przода. О! 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 Сауку начинаем прежде всего от гимнастычных которые могут поводить ровно-ваги на этом коне. А также для некоторых освоение с его рухом, с его великой. Поэтому оставим сейчас воду. Еще раз прошу затримать. О! О! И вот для освоения этого руха, этой великой сделаем несколько таких основных так. Рыка в бок так. Докискаем колана и скрыцем как бы оси коня в лево и в право. Раз и два. Энергичнее. Раз и два. Раз и два. Раз и два. света Ух и два. спиной и два. уха конингского. Смято, 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 до прзоду, до прзоду, до прзоду, до прзоду, до прзоду, до прзоду. О, właśnie. И то само, левая рука. Уважаемо целый час, уважаемо на то, чтобы накискать на семена. Доброе. То само, до огона, czyli стараемся доткнуть огона. Смято, выхаливаемся, mocно, так, в другую сторону. Окей. И теперь, немного труднее, правая рука, до левой стопы. Пробуем доткнуть. Так. Ну. Смято, 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 смято. Смято, смято. Смято, смято. Важно, о то, чтобы, чтобы увидеть, что не спадали. О, что не спадали, а можно то сделать, не? В другую сторону. В секрете, розчиняемо, все вместе, все вместе, все вместе, все вместе. Взстаем, Взстаем. И зашкла себя. И снова, и снова, чтобы пенера пошла в ду. Накискаем на шлеме. Еще раз. Окей. Удано, браво. И в этом моменте, уже чувствуем себя техними, и в среду. Правда? Взстаем. 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 И вот, давайте снижем. Взстаем. Уважаем, чтобы влитка нам не 숨ли. Взстаем. Еще раз. Взстаем. Взстаем беззстепно Взстаем. Взстаем. Держимы очень спокойно и деликатно, еще раз, до тылу, стопа, стопа есть приклеена. Штопно, еще раз, сейчас мы будем встать и обе руки в бок, стой, 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 так, о, именно. Менько сиадаем, еще раз, менько, целый час опарте на стримене, так, замикаем коланом, подпираем sobie стопы и до тылу, о, так, и при сиадании, легко сиадаем в сиодло, браво, еще раз. В каждой фили можно слабить за гребе, за сиодло кониак, траким ровную вагу. На кони работают три такие блоки. Первый, то есть стопа до бедер и она в засаде не рушит, а он в один момент. Найбардзе рухома частью есть блок środковый, то есть бедра, так, который целый час обциажа правую или левую сторону, либо выпихаясь коня до przода. И третий, то есть гура, то есть рецепт. И здесь очень много работа наших обоих полукул, потому что мы должны те части три синхронизировать, а одновременно они выполняют zupełnie другие рухи. Стон права, левая полукулы целый час творят нам массу поточек и стон, что очень много есть люди интеллигентные просто, потому что мы помогаем своей работой мозгу. И по таких чвичениях начинаем дальше научиться, которая полагает на опанывании основного хода в стиле английском, который мы учимы и в засаде обязаны в большинстве страны Европы. Опрочем другим стиле, который называется West. То есть, в стиле английском, в стиле английском, то есть куз англезованный. Чувствуешь, как как-то подбира, не? Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. И в этом моменте, чтобы слабить рynthesis, на первое подбечение встаем, то, что что ж мы тричали, глядем и право припушим вам поцелем бедр, не? Встаем, выпушиваем, как бы пропушиваем. Одно подбечение, сиадываем и с慢慢-з двигаем. Раз, две, три. Расскажем бедр, просто. И вот, и сиадаем. И мы будем играть с конем. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Браво, хо-хо-хо-хо-хо. Трудно слабить так рифа. Фасеци не лапят отрагу рот, а тут раз, где пан почуял рот? Да. Да, конечно. Да, конечно, что так. Поэтому, кто отрагу лапит, чаще всего лишь на этот рот внутренний, так называемый. И пробуем. Хоп, 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 хоп. И потом, когда идет третий элемент, то есть керывание коня за помощью рук. Потому что они работают так, потому что здесь делаем один рух бедер, потом следующий рот. Хорошо. Прошу развернуть воду. Взять так, как перед тем. И сделаем такой спокойный, самодельный спакер. З гуру рот. О, так. Доброе. Доброе. Выравниваем немного длиннее воду. Позже. Ксюки легкие, как бы, до себя, не? там, где мы ехать. В этом самом моменте мы должны скреться в бедрах, доходить лидки и конь под вплывем нашего и тяжелого, цела, действие лидок и вода скрета. Идем дальше, дальше там. Стараемся идти по линиям простых. И теперь, выезжаем за крючком. И теперь в лево, поднимем дальше, и линка в способ натуральный, как бы подождем за ручком коня, а бедра помогают, чтобы конь достоял так званый импульс и шелк до прца. Даже по такой крючкой лекции, будет выразительно чувствовать мяшни уд, вважно приводители, те, которые в этом моменте работают, но, как можно сделать, все партии мяшни работают, начиная от крючка, а потом на стопе. Часами смеемы по такой выправе в терене, что болят нас мяшни, о которых мы не знали, поэтому это потенциальный высилек. Завси должно возникнуть поддякование за езды, то есть клепимы, гласцемы, кони то любят и должны знать, что сделают хорошую работу. И сейчас ходим, вынимаем обе ноги со стремием, то есть одну и другую, так, целый час контролируем коня, тримаясь одной рукой в воде, и походимы мощно до прца, выруцаем правую ногу за себя. И ссуываемся на мою сторону. Хопа! Браво! И на конец езды тримаем за приводзе, так. Подтягаем стремиона, чтобы они не обијли, как мы проводим коня, как мы проводим коня. И попушчаем этот пас, который называется попрэнг, чтобы конь ссуываемся на мою сторону. Спрэнжить, вылюзовать. Стримаем коня в этот способ. Палцем правой руки, так. Палцем в шотку. О! И в этот способ стараемся его проводить. Так. Идеми, как бы, полкроцку перед конем, по то, чтобы мы его проводили, а не он, чтобы нас стягнул. Поэтому, например, не tolerируем выпрезания. В этом моменте мы должны держать выразно, чтобы конь нас не выпрезал. То есть отразу такое установление хирургии, не? Кто здесь, как бы, важнейший, кто проводит стадо. О, ваше. И спокойно идем до стадо. Это был следующий выпуск программу «Спорты Аматурские». И сегодня гостили мы в стаднине кони репково. Запрошам здесь всех, кто любит природа, потому что здесь здесь есть здесь, которые любят кони, потому что здесь есть спиняные звезды. Даже видите, какие девушки здесь здесь сделали спиняные варкочки на этом куцу. Я спробовал первый раз в жизни, но не спадал. Было очень приятно. Почуялся эту связь с конем. Тем, что человек с конем так порозумевает без слов, а конь выполняет его порозумевает. Это действительно невероятное ощущение. Поэтому запрошам всех до управления ездительства, кто может и может. А мы увидимся за неделю в следующем выпуске «Спорты Аматурские». в следующем выпуске «Спорты Аматурские». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!